Говард Хьюз представляет В фильме снимались Адельф Мэнджоу, Пэт О'Брайан, Мэри Брайан, Эдвард Эверет Хортон, Уолтер Эл Калтер, Джордж И. Стоун и другие. Стоун и другие. Режиссер Льюис Майлстоун Эта история произошла в вымышленном королевстве. Мы готовы, Макдафи? Командуй. Эй, Генри! Генри, в прошлый раз парнишка болтался на твоей веревке, как на резинке. В нем было всего 134 фунта, плюс пара фунтов на завтрак, которые он успел слопать. Итого 136 фунтов. Постарайся, чтобы на этот раз веревка не пружинила. Надо сразу сломать парню шею. Ладно. Ты что, спятил бросать из окна бутылку? А вы кончайте баловаться с виселицей. Это отвлекает нас от работы. Не ори на меня. Хочешь иметь дело с шерифом? Здесь не очень-то жалуют прессу. Как твоя жена, Эб. Ей лучше? Хуже. Нам здесь еще целый день и всю ночь сидеть, пока не повесят этого парня. Да, работа у нас нелегкая. Ставлю 10 центов. Шульц, где ты там? Я вместо него. Который час? 4.30. Энди, это не карты, а тряпки какие-то. Пора открывать новую колоду. Меня это устраивает. Я уже раздал карты. Ставлю еще 5. Эрни, возьми трубку. Ты же все равно бездельничаешь. Боишься, что руки отсохнут? Здание уголовного суда, комната прессы. Подождите минутку. Форсайт, это тебе. Хорошо, я передам. Что-нибудь срочное? Ясно. Спасибо, Сардж. Пока. Эрни, ты не мог бы пойти с этим инструментом в библиотеку и поиграть там? Алло. Алло. Это дом миссис Эфди Марголес? Говорит мистер Мактью из бюро городских новостей. Скажите, мадам, правда ли, что вы стали жертвой подглядывания? Спрашиваются, есть ли там, зачем подглядывать? Нет, мадам, мы абсолютно беспристрастны. Нам нужны только факты. Будет тебе валять бюро. Скажи, пусть приезжает сюда. Мы проведем следственный эксперимент. Минутку, мадам. Скажите, это правда, что семь лет назад вы повторили подвиг леди Гадивы и прошлись обнаженной по улице? Алло. Бросила трубку. Так быстро? Нервная дамочка. Да? Нет, Хилди Джонсон. Здравствуйте, мистер Бёрнс. Нет, Хилди еще не приходил. Хорошо, мистер Бёрнс. Привет, Бенсингер. Я только что взял интервью у этого Уильямса. Я побывал в камере смертников. Это кошмар. Там полная антисанитария. Все жители нашего города узнают из моей газеты об условиях в камере смертников. Я не понимаю, как преступники доживают там до казни? В чем дело, Мак? Дай-ка. Здесь что, нет других аппаратов? Работает только один. Сколько раз повторять, чтобы не трогали мой телефон? Хотите звонить? Купите себе аппарат. Я же купил. Девушка, 9-15. Во рту обитают самые опасные бактерии. Умолкни, мистер Чистюля. Срочно, 9-15. Здесь что, больница? Боишься, зараза, сиди дома. Привет, Сарж. Это Мак Кью. Есть что-нибудь? И прекратите делать из моего стола мусорную корзину. А ты прекрати вонять здесь своими антисептиками. Есть новости о повешении? Долго еще ждать? Рой, что теперь? Ты что, не слышишь? Джентльмены хотят знать, есть ли новости о повешении. Ничего особенного. Ты говорил с шерифом? Я не обязан работать за всех. Кто-то должен встретиться с шерифом. Уголовный суд, комната прессы. Нет, Хилди Джонсона нет. А, да, мистер Бернс. Здравствуйте, мистер Бернс. Да, мистер Бернс. До свидания, мистер Бернс. Уолтер Бернс снова ищет Хилди. Должно быть, что-то случилось. Я скажу, что случилось. Хилди ушел. Да ну. Он решил смыться из Моннингпост? Да, он давно намылился. Хилди мне говорил, что хочет уйти. Бернс его не отпустит. Придумает, как удержать. Помните, что Бернс сделал, когда Хилди собрался в Голливуд? Спровоцировал его на драку, и Хилди посадили на месяц за хулиганство. Вот именно. Если он не ушел, то почему не освещает казнь? Я бы и сам с радостью убежал. Пишешь? Изабель Зелбо. Зе. Зебра. Е. Ель. Л. Лимон. Б. Сам знаешь. О. Что у нас есть на... О. Не дыши в мою сторону. О. Олух. Зелбо. Она шведка. Работает врачом-сексопатологом. Эту дамочку сегодня арестовали. Жалобу подали жены пациентов. Они подозревают, что ее сеансы групповой терапии не что иное, как групповой секс. Что ж, на то она и шведка. Интересно, откуда уже он такие мысли? Короче, ее арестовали, а участок осаждают пациенты, утверждают, что она невиновна. Судья в растерянности, поскольку нет ни одного объективного свидетеля. Да, все. Уэйн, 6800. Слушай, Эрни, производил бы ты электричество, если энергию девать некуда. Тоже мне остряк. Комната прессы. Нет, мистер Бернс. Хилди здесь нет. Я вас не обманываю, мистер Бернс. Бернс уже закипает от злости. Ну что, нашли Джонсона? Нет. Придется поручить это задание кому-то другому. Ни за что, Даффи. Поэтому городу шмыгают в поисках информации толпы репортеров, но написать приличный репортаж в состоянии только хил... Но нам нужно... Нам нужен Джонсон. Но у нас его нет. Бат, мне нужен Хилди Джонсон. Скажи всем посыльным, пусть найдут его и поскорее. 50 долларов тому, кто приведет его ко мне. Где Луи Монро? Вон там. Эй, ребята, есть дело. Эй, Луи! Луи! Здравствуйте, босс. Луи. Хилди Джонсон пропал. А мне он нужен. Действуй. Вы обратились по адресу, босс. Я его мигом разыщу. Хилди Джонсон здесь? Он с выпивкой завязал. А я нет. Помнишь, я заходил сюда с мистером Бентли? Мистер Бентли здесь. Отлично. Привет, крошка. Эй, Бет, ты не видела Хилди Джонсона? Мы уже пару месяцев не встречаемся. Ясно. Привет, крошка. Здравствуйте, Луиза. Вы не видели Хилди Джонсона? А что? Его хочет видеть Уолтер Бернс. А я хочу видеть Уолтера Бернса. Зачем? Он мне должен два доллара. Разрешение на брак. Два доллара, пожалуйста. С вас два доллара. Простите. Ну вот, милая. Ты почти моя. Интересно, что будет с Бернсом, когда он услышит эту новость? Я бы год жизни отдал за то, чтобы увидеть его, когда он узнает, что я женюсь. И два года за то, чтобы увидеть его лицо, когда он узнает, что я уезжаю в Нью-Йорк. Что с тобой? Так вот, в ком все дело. Уолтер и Бернсе. Ты женишься на мне из-за Уолтера Бернса. И в Нью-Йорк ты едешь на зло Уолтеру Бернсу. Милая, ты с ума сошла. Послушай. С тобой когда-нибудь было так? Ты знаешь это чувство? Ну, знаешь, что такое вылезти из канализационной ямы и вдохнуть свежего воздуха? А я знаю, ты мой свежий воздух. И больше я не смогу жить без свежего воздуха. Пути назад нет, если только ты меня не прогонишь. Тогда сходи к Уолтеру Бернсу и уволься. Чтобы угодить прямо к нему в лапы. Я даже дома стараюсь не появляться, лишь бы этот маньяк не нашел меня. Вот что мы сделаем. Я уволюсь по телефону, а потом уж покажусь на глаза этому. Сделаем по-другому. Держи. 500 долларов одной бумажкой? Дядя подарил мне на свадьбу. Я не хотел отдавать заранее. Возьми их. Отвезешь меня домой, а потом купишь билеты. Поженимся не сегодня, а завтра. А в Нью-Йорк полетим не завтра, а сегодня. Мы решили пожениться на 24 часа позже, вот и все. Ничего страшного, мама. Знаете, что я думаю? Что? Я думаю, что вы упрямый и безответственный тип, иначе бы вы так себя не вели. Мама, не обижай моего Хилди. Он палец о палец не ударил, чтобы помочь нам с отъездом. Давай сложим вещи. Ладно. Это платье было много. на тебе, когда мы познакомились. Да. Подожди. Это то самое платье, в котором ты ответила мне «нет»? Иди сюда. Кинотеатр горит. Отличный материал. Жаль, фотоаппарата с собой нет. Фото на первой полосе. Пожар глазами очевидца. Репортер Моннингпост стал свидетелем пожара. Возгорание или поджог. Полиция ведет расследование. Я поехал за билетами, пока твоя мать не передумала. До скорого. Хилди. Привет, Хилди. Можно с тобой поболтать минут 15? Не могу, я страшно занят. Ты же нашел время появиться здесь и вырубить ложный сигнал пожарной тревоги. Что? Привет, Мак. Здравствуйте, мистер Бернус. Твоя взяла, Уолтер. Попадись мне тот, кто это сделал, я бы ему этот щит вместо надгробья поставил. Не хочешь спросить, как я тебя нашел? Тоже мне сенсация. Да на тебя целый штат ищеек вкалывает. Налезь стаканчик. Мне не надо. Ему то же самое. Значит, бросаешь меня и женишься. Почему? Не твое дело. Как это случилось? Светила луна. Что ж, значит, я тут ни при чем. Хочу устроить тебе мальчишник. Спасибо. И все же обидно, Хилди. Ты мне даже ничего не сказал, а я столько для тебя сделал. А что ты со мной сделал? Помнишь, как ты отправил меня на дно озера в липовом гидрокостюме? Он пропитался водой быстрее, чем соломенная шляпка. Тонутая быстро, а вытаскивали меня целых полчаса. Счастье, что я тогда только оглох. А разве не я оплатил самолет, чтобы в воздухе к тебе вернулся слух? Да, и приплатил пилоту, чтобы он высадил меня на место стачки металлургов в Валенойсе. Ты же сам хотел сенсации. Такому материалу позавидовал бы любой газетчик. Тебе палец в рот не клади. Я чудом сумел выбраться из города. Мне прострелили шляпу стоимостью в 6 долларов. В счет расходов ты списал 15. И мне это сошло с рук. Да, славные деньки. Будет что рассказать детям? Да. Каким детям? Ты же женишься. Что ж, почему бы и нет? Когда-то ведь надо осесть. Завести дом, жену. Детей. Пусть все это будет. Верно. Я так и не позволил ни одной девушке себя окрутить. Видно, теплое гнездышко, дети. Это удовольствие не для таких парней, как я. Да. Брак делает мужчину респектабельным. Наверное, это правильно. Перестаешь носиться как угорелый, и не ищешь дурацких развлечений. В 5.15 выходишь из конторы. Каждый вечер ровно в 7 вкусный домашний ужин, а в 10 уже в постели. Если только твоя жена не решит устроить небольшую вечеринку для соседей. Ты прав, Хилдер. Это просто здорово. Я сейчас вернусь. Раздавай скорее, не дай колоде замерзнуть. На этот раз сдай поприличнее. Привет, коп. Есть новости? Я только что из камеры смертников. Знаете, что Уильямс сказал священнику? Какая разница? Слушай, газета забита информацией о повешении. Даже на рекламу нет места. А что он сказал? Он сказал... Давайте, ребята, делайте ставки. Я уже поставил. Так вот, он сказал священнику, что невиновен. Мы сейчас расплачемся. Лучше расскажи свою трогательную историю этой девушке, Молли Маллоу. Да, ее бы это тронуло. Она ведь тоже считает, что он невиновен. Ребята, вы ничего не понимаете. Он... Прошу прощения, лейтенант Хьюз, не могли бы вы сходить за гамбургером? Лично мне чувства подсказывают. Будьте паинькой, принесите два гамбургера. Лично мне кажется, что у этого Уильямса раздвоение личности. Да, знаю. Как у сестричек Долли. Расскажите этот трибюн. Я определил это по строению черепа. Типичный случай. И пусть как следует польют кетчупом. Полагаю, вам будет интересна психологическая сторона. А мне принеси салат латук. Ну что, ты открываешься или нет? Нет, я бросаю карты. Где я возьму деньги на всю эту еду? Купи в долг. У тебя же есть полицейский значок, что еще надо? Четыре гамбургера. И салат латук. Ну и обжоры. Опять телефон. Здравствуйте, мистер Бернс. Нет, Хилди не появлялся. Всем привет. Вот и я. Наконец-то. Где ты пропадал? Звонит Уолтер Бернс. Что ему сказать, Хилди? Передай этому параноику. Пусть катится куда подальше. Будь добр, Эрни. Сыграй. До свидания, крошка. Хилди, сделай мне личное должение. Поговори с Уолтером. Он звонил уже девять миллионов раз. В чем дело, Хилди? Ты что, боишься его? С удовольствием поговорю с этим психопатом. Да, мистер Бернс. Что-что, мистер Бернс? Ну и выражение у вас, мистер Бернс. Вот что, старый бабуин, бери карандаш и бумагу и записывай. Только слово в слово. Текст очень важный. Это проклятие Хилди Джонсона. Если я еще раз тебя увижу, неважно где и когда, я подойду к тебе и буду стучать по твоей обезьяне башке, пока она не зазвенит, как китайский гонг. Ну и ну. Красноречиво. Послушайте. Нет, я не буду освещать повешение. Я не стал бы освещать даже поездку в Вашингтон и в Делавер, если б таковая повторилась. Не ори, тебе это не поможет, потому что я сегодня уезжаю в Нью-Йорк. Кажется, я тебе еще об этом не говорил. И ради своей же пользы держись подальше от города Гэри, штат Индиана, потому что Джонсона там не забыли. Вот что я называю упорно добиваться отставки. Почему ты уходишь? Женюсь. Вот три билета до Нью-Йорка. На сегодня. На сегодня? Да. А почему три? Для меня, моей невесты и ее мамы. Да он и вправду влюблен. Что за девочка? Милашка? А как фигурка? Ничего. Аутор знает, что ты женишься? Знает ли он? Он даже предложил мне устроить прощальный мальчишник. Это его любимая шутка. Прощальный ужин. Там-то он тебя и отравит. 21.64, пожалуйста. Он затащил меня в бар, пытался навешать мне на уши лапши, и я бы до сих пор там сидел, если бы не смотался через окно. Представляете, сначала он пожимает мне руку, а потом пытается расстроить мою свадьбу. Привет, Пегги. Как ты милая? Я знаю, но... Да нет же, я сказал ему, что ухожу. Правда, ребята? Точно. Что? Взял на 11.18. В комнате для прийса. Заскочил попрощаться с ребятами. Да. Нет, что ты. Меня такси ждет. На 10 минут. Пока, дорогая. Где будет свадьба? В Нью-Йорке. Так что, ребята, не рассчитывайте на пиццу и украсть у меня невесту. Почему все ездят жениться в Нью-Йорк? По-моему, это вонючая деревня. Мой приятель там работал, он говорит, все репортеры в Нью-Йорке помадят волосы. Помните, к нам приезжал один? В цилиндре. А как он выражался? Господа, вы не подскажете, как пройти к телеграфу? Ты тоже так заговоришь. Ты в какой Нью-Йоркской газете собираешься работать? Еще чего. Кому это надо, работать в газете, надрываться за гроши, а дома бывать по праздникам? Чем же ты будешь заниматься? Рекламным бизнесом. 150 долларов в неделю. Что? 150 в неделю? Контракт уже подписан. У вас что, нет занятия поинтереснее? Точно, 150. А ты неплохо устроился. А то. Будет писать стишки о дамских трусиках. Представляете, целыми днями сидеть в окружении напыщенных рекламщиков. Это все равно, что запрячь пожарную лошадь в молоковоз. Кто это говорит? Журналисты. Люди, которые подсматривают замочные скважины, бегают за пожарными и полицейскими машинами, будят людей среди ночи, чтобы спросить их мнение о прошедших выборах, рыщут по городу в поисках неизвестно чего и суют нос в чужие дела. Зарабатывают не больше мальчишек на побегушках, и все ради того, чтобы домохозяйки и секретарши знали последние новости. Ты будешь скучать по газете. Не надо мне говорить про газету. Я проработал в газете 15 лет. Крутился между бутлегерами и законниками. Я не хочу состариться за письменным столом, к 50 годам посидеть и скрючиться от постоянного унижения. Тебя выставят на улицу, как только закончится контракт. Вряд ли. Хозяин конторы, дядя моей невесты. И много у него денег? Куча. Знаете, что он подарил нам на свадьбу? Горс медиков. Пять сотен наличными. И где же эти пять сотен? Вот. На остальные я купил билеты. Поделись. Ну уж нет. Минутку. Минутку, ребята. Надо бы отметить. Не пойдет. Дженни. Привет, Дженни. Давно не виделись. Можно у вас помыть полы? Да. Здесь уже воняет, как на помойке. Мыть полы в такой день? Брось, Дженни. Сегодня же праздник. Лучше поцелуй меня. Руки прочь, Хилди Джонсон. Что с тобой? Разве мы больше не друзья? Давай потанцуем, Дженни. А потом можешь отдраить все комнаты в этом здании. Брось ты это ведро. Идем, Дженни. Идем. Смотри. Давай, Дженни. Устроим настоящий праздник. Что-то ты разошелся. Забудь про заботы, Дженни. Давай станцуем, Дженни. Посмотрите, джентльмены. Пинки, узнаете это ведро? Кто выбросил его из окна? Мы обещали молчать. Кто бросил ведро? Судья Мэнковиц. Правда, он решил поиграть в пожарную. Да ладно вам, ребята. Я знаю, кто это сделал. Это Хилди Джонсон. Где он? Ушел с дамой. Клянусь, я уже не знаю, что с вами делать. Меня так и подмывает отобрать у вас эту комнату. Хватит. Это было бы неплохо. Здесь столько тараканов, что и ступить негде. Поймите, ребята. Лично мне все равно. Но как это смотрится со стороны? Вы орете и бросаете мусор из окна. А если вы в кого-то попадете? Я уж не говорю о том, что будут думать о нашей прессе. А вам-то что до этого? Мы делаем все возможное, чтобы победить на выборах. Точно. А когда Эрл Уильямс окажется на виселице, вам прибавится миллион голосов. Что мы можем сделать, если народ поддерживает администрацию в противостоянии красной угрозе? Красная угроза в лице Эрла Уильямса, парня, который потерял работу, на которой вкалывал 14 лет, опух от недоедания и надел на себя красную рубаху. Да? Уильямс опасный радикал, он убил полицейского. Уильямс дурак и неудачник, которого угораздило убить цветного полицейского в городе, где дрожат голосами цветных. А поутру повесят Пинки Хартман. Вы! Ох, бедняга Пинки. Не смейте называть меня Пинки. У меня есть имя. Питер Ди Хартман. Прекратите. Пинки. Розовый. Как это воспримут избиратели? От розового недалеко до красного. Минутку, ребята, у меня появилась идея. Может, окажешь нам всем небольшую услугу? Прикажи повесить мистера Уильямса в 5 часов, а не в 7. Тогда мы сможем пораньше сверстать газеты. Нет, я не могу нарушать традиции в угоду газетчикам. Да, но ты можешь отложить казнь, чтобы провести ее прямо перед выборами. Да. Решение еще не принято. Может, его вообще не повесят? Да. Вдруг новый врач сочтет его невменяемым? Да. Его не признают невменяемым? Нет. Нет. Он вменяем. Уильямс так же нормален, как я. Даже нормальный. Да. Вот текст официального заявления по поводу создавшейся ситуации. Вашим газетам следует включить печатные станки. Да, ну. Мы должны заявить этим обнаглевшим большевикам, что казнь Эрла Уильямса – предупреждение для всех антиамериканских пропагандистов в нашем городе и за его пределами. Пусть знают, что эта казнь для жителей нашего справедливого города значит больше, чем… Это официальное заявление, Джин. Почему ты не шел домой? Ладно. Но тебя уволят. Мы очистим улицы от преступников. Это наш девиз. Можете процитировать меня, если хотите. Шериф Хартман заявил. Мы печатаем эту чушь уже несколько недель. Вы будете печатать или нет? Конечно. Дайте редакцию. Говорит Бенсингер. Шериф отказывается перенести казнь даже на минуту. Да, отказываюсь. Казнь состоится строго по расписанию. Ровно в семь часов и не минутой раньше. На свете есть еще такое понятие, как гуманность. Отлично, отлично. Вот попросишь меня об услуге. Дайте редактора. А поутру повесят Пинки Хартмана. Новый комментарий к казни. Джейк, не упоминай имени Хартмана. Напиши просто Шериф. Почему они не могут решить это дело побыстрее? Спать хочется. Именно у психиатра, доктор Макс Джей Энглихофер. Правильно, из Вены. Он подвергнет Уильямса экспертизе по требованию Федерации мирового совершенствования. Да он знаменитость. Автор книги «Железы человека». И куда их девать? Он подарил мне книгу со своим автографом. А на твоих железах он автографа не оставил? Постой. Еще не все. Это уже 14-й врач, которого привлекают к делу. Эти эксперты меня бесят. Едва на тебя взглянут, а потом присылают чек на пять сотен. Дайте редакцию. Пиши. Официальное заявление накануне казни. Говорит Мерфи. Меры предосторожности охраны тюрьмы, муниципальных зданий, вокзалов и железных дорог должна быть готова к неожиданным выступлениям радикалов во время казни. Шериф Хартман внес еще четыре сотни своих дружков в списке защитников города от «Красной угрозы», которая с минуты на минуту двинется к нам из Москвы. Обзац. Шериф Хартман, просто шериф. Получил еще четыре письма с угрозами, на которые он собирается ответить новой серией рейдов. Чтобы убедить избирателей в реальности «Красной угрозы», Шериф Хартман написал сам себе четыре письма с угрозами. Да-да, я знаю, что это он. Ошибки характерные. Все. Это все, Джейк. Можешь еще написать, что осужденный съел на ужин черепаший суп, куриный пирог, жареную картошку, зеленый салат и сладкий пирог. Последний ужин приговоренного был следующим. Ростбек, сладкая картошка, клюквенный соус, черничный пирог и огромный кусок пастрани. Тебе нужна цитата из речи Шерифа? Пиши, что хочешь, он все равно читать не умеет. Говорит Эрне. Показни новостей пока нет. Джейк, окажи мне одну услугу, ладно? Напиши, что ужин был приготовлен Чарли Апфолом. Апфол. А, аденоиды, П, психология, Ф, феномен, Э, эпилепсия, Л, Л. Легкий пух. Разумеется, это говорит Бенсингер. Апфол, хозяин ресторана, загляните к Апфолу. Теперь все, спасибо. Подмазываешься? Бенсингер решил применить свой любимый трюк. Нашел ресторан, где можно перекусить задармо. Думаешь, мы не знаем, как ты достаешь себе одежду? Жаль, хозяин магазина готового платья не шотландец, иначе тебе пришлось бы носить юбку. Если людей перестанут вешать, он, наверное, будет ходить глушон. Может, нам у него клиентов перебить? А что, хорошая мысль. Глядите, кто к нам пожаловал. Молли Мэллоу собственной персоной, котеночек, соскучилась по мужскому обществу. Какие же вы негодяи. Видишь, как глазки сверкают. Котенок-то с характером. Тоже мне умники. Что тебе здесь надо? Пришла сказать, что я о вас думаю. О каждом из вас. Мы все, внимание. Если бы вы стоили хоть кончиков моих ногтей, я бы расцарапала вам лица. В чем дело, дорогуша? Что ты раскипятилась? По-моему, мы придумали тебе отличную историю. Да уж, выставили меня полной дурой. Ей нельзя здесь находиться. Вчера я видел ее в пивной. Я никогда не говорила, что люблю Эрла Уильямса и хочу выйти за него замуж перед казнью. Я сроду не была его подружкой, вы все это выдумали. Тогда чего ты слоняешься здесь, с тех пор, как его посадили в камеру смертников? Ясно, что ты его зазноба? Это ложь. Я видела мистера Уильямса всего раз в жизни. Он бродил под дождем, без шляпы и плаща, словно больной пес. Это было за день до убийства. Я подошла спросить, что с ним. Любой на моем месте поступил бы так же. Он рассказал, что его уволили после 14 лет работы. Я отвела его к себе домой, чтобы он немного согрелся. Расскажи это своим подружкам. Вы никчемные, лжевые писаки. С чего вы взяли, что имеете право оговаривать людей и выставлять меня по тоскухой? А что, нет? Говорю вам, мы всю ночь сидели и разговаривали. Он и пальцем меня не тронул. Утром он ушел, и больше я его не видела до самого суда. Да, мы слышали твою речь в суде. Смейтесь, смейтесь. Жаль, я не знаю проклятий, которые были бы достаточно сильны для ваших прогнивших душ. Да, я была его свидетельницей. Единственной. Свидетельницей? Да, я. Молли Молло. А я прохожая. Только у меня хватило мужества защищать его. Из-за этого вы меня распинаете? Он вел себя пристойно, а не как животное. И я сказала об этом. Слушай, это комната пресса, мы заняты. Лучше сходи, повидайся со своим дружком. Поторопись. Жить ему осталось до 7 утра. Даже странно, почему Господь не поразит вас громом и молнией. Что это было? Примеряются, как сломать твоему дружку шею. Ты что это вздумала? Нет, нет. Только не впадай в истерику. Вам должно быть стыдно. Я-то тут при чем? Этот сумасшедший бедняга, который никогда никому ничего плохого не сделал. Сейчас совсем один. Подле него стоит ангел смерти. А вы тут шутите. Слушай, если ты не умолкнешь, то горько об этом пожалеешь. Убери от меня свои грязные лапы. Иди отсюда. Пусти. Пошла прочь. Не трогай меня. И больше здесь не показывайся. Будь проклят ты и твоя душа. Кто-нибудь еще хочет играть в покер? Вот билеты на казнь для журналистов. Подво на газету. Что значит подво? А ты хотел взять с собой все семейство? Слушай, я обещал провести ребят из отдела рекламы. А я обещал, это вам не цирк, между прочим. Добросердечный Пинки. Мне надоело, что вы пользуетесь билетами для привлечения рекламодателей. Брось, Пинки, все знают, что ты приберегаешь их для нужных людей. Да, на прошлую казнь он привел всех профсоюзных лидеров. Стараешься поднять свой престиж, да? Завтра ты появишься в монокле? Ребята, к чему эти разговоры? Если кому-то из вас нужна парочка лишних билетов, я с радостью помогу. Но ради всего святого, никому не звук. Привет, ребята. Мы закончили уборку. Уберите отсюда этот экземпляр Моннинг Пост. Джонсон, вы почему выбросили из окна ведро? Джонсон, как вы смеете швырять в окна предметы? Что вы себе позволяете? А тебе-то что? Думаешь, на тебя управы нет? Завтра же пошлю в твою газету счет за все, что ты испортил и сломал за последний год. Как тебе это понравится? Отлично. Знаешь, что еще можно сделать что? Угадай. Если не прекратишь, завтра после казни я тебя арестую. Ради этого стоило бы остаться. Я знаю, как тебе наказать. Билеты на казнь у меня, и я имею право раздавать их по своему усмотрению. Если я захочу пойти на казнь, я буду смотреть на нее из твоей ложи. Не надейся. А не то я все о тебе выложу. Ты ничего не знаешь. Ты забыл, что творилось в 602 номере одного отеля накануне прошлой казни? Развлечения в отелях до добра не доводят. Скажите, шериф, что это был за отель? Шериф, это вас. Шериф Хартман слушает. Здравствуй, дорогая. Наверное, Эрма. Нет, домой не приеду. У меня слишком много дел. Нужно все подготовить к казни. Может, заберешь его к себе и повесишь дома? Я позвоню позже, Эрма. Точно, Эрма. Мне нужно встретиться с психиатром. Нет. С психиатром. Не для меня. Для Уильямса. Комната прессы. Хилди, твоя куколка. Привет, Пегги. Как ты, милая? Гамбургеры. Мой, где много кетчупа. Это мне. И мне дай. Эрни, держи. Пегги, милая, что случилось? Я же сказал, мне с салатом. Дорогая, я заскочил попрощаться с коллегами. Вспомни, я ведь тебе говорил. Ребят, может, что-нибудь скажете? Да, такси ждет. Поосторожней с кетчупом. Не испачкай стол. Билеты у меня в кармане. Если ты будешь так разговаривать, я брошусь в озеро. Клянусь, я этого не вынесу. Слушай, мы все слушаем. Я люблю тебя. Я сказал, я тебя люблю. Перестань, Эрни. Так-то лучше. Больше не сердишься? Улыбнись. Улыбнись. Скажи что-нибудь. Ты знаешь что? Скажи, что ты меня любишь. Ну, скажи. Скажи, что ты его любишь, и мы пойдем спать. Не слушай его. Да? Ты наденешь свою соломенную шляпку? Ты счастлива? Готов спорить, ты не так счастлива, как я. У меня будет самое лучшее в мире, Жанна. Хорошо, милая. Да. Пять минут. Пока. Хилди, опять звонит Уолтер. Попроси его от нас отстать. Ты здесь всех уже замочил. Какого черта? Что? Нет, с газетами я завязал. Я улетаю в Нью-Йорк. Сегодня. Сейчас же. Что ты делаешь? Хилди. Эй, душегубы. Это вам сувенир. Хилди, у нас из-за тебя будут неприятности. Если что, пусть пришлют чек на имя Хильды Бранда Джонсона на Утербьюри Корпорейшн, 730, 5-я авеню, Нью-Йорк-Сити. Прошу вас, шериф. Пожалуйста. Простите. Простите, профессор. Я не боюсь смерти. Не боюсь. Удачной работы, Хилди. Прощай, Хилди. Я напишу тебе, сообщу, что сказал Уолтер. Пока, Хилди. Берегись переменчивой нью-йоркской погоды. Не забудь прислать нам открытку. Заглядывай к нам, когда будешь в этих местах. Когда мы увидимся, Хилди? Когда я приеду на Роулс-Ройсе, чтобы дать интервью о своих успехах. А теперь воспроизведем картину преступления. Дайте пистолет, шериф. Пистолет. Пистолет. Представьте, что я полицейский. Понимаете? Я полицейский. Где именно вы стояли? Покажите. Хилди, надеюсь, ты взял билеты с правом возврата? Ты точно опоздаешь. А что вы сделали потом? Он невменяем. Прощайте, рабы гонораров. Когда будете высасывать из пальца сенсации, просиживать штаны в барах и поедать в одиночестве рождественский ужин, вспоминайте своего приятеля Хилди Джонсона, который выкинул в окно телефон. В чем дело? Что за шум? Эй, палачи, что происходит? Почему стреляют? Побег. Вооруженный побег. Кто сбежал? Уильямс. Скорее, это очень важно. Дайте редакцию. Побег из тюрьмы. Уильямс сбежал. Перезвоните. Пока не знаю. Скорее. Уильямс перелез через стену. Насторонись. Бернса, срочно. Алло, Уолтер. Это Хилди. Уильямс только что сбежал из тюрьмы. Да. 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 Джокоби, даю за ценную информацию 250 баксов. Энди Котт. Нет. Где он взял оружие, никто не знает. Он пробежал 8 лестничных пролетов, выскочил через окно изолятора и растворился. Марджери, дай редакцию. Нет, никто ничего не знает. Я перезвоню. Нет, его пока не нашли. Полиция предлагает за поимку Эрла Уильямса 10 тысяч долларов. Я перезвоню. Алло. Вскрылись новые детали. Слезоточивая бомба. Да. Слезоточивая бомба. Преступники от нее плачут. Если понадоблюсь, вы знаете, где я. Эта бомба попала в руки молодчиков шерифа Хартмана. Что-что? Несколько помощников шерифа угодили в больницу. Какой же ты после этого друг? Пиши имена. Я столько для тебя сделал. Герман Волфстон. Это нельзя печатать. Сидни Мастерсон. Черная неблагодарность. И Дэнни Комс. Говорит Эрни. Макью, дайте редакцию. Человека, похожего по описанию на Уильямса, видели на колледже Веню. Он садился в такси. Водитель Джулиан Линдбург. Найдите Майнхарда. Да, Линдбург. Пока удалось выяснить только имя. Миссис Джулия Латс, 55 лет, уборщица, которая мыла пол на восьмом этаже, была ранена в левую ногу одним из помощников шерифа Хартмана. Я перезвоню. Привет, ребята. Ты что-нибудь разнюхал? Только одно. Шериф Хартман осел. Интересно, где его пистолет? Уолтера Бёрнса, срочно. Алло, Уолтер. Это Хилди. Я получил информацию от Джакоби. Эксклюзив? Да, бомба. Но это обошлось мне в 250 баксов. Не отвлекайся ближе к делу. Слышишь, я отдал Джакоби все наличные, а деньги не мои. Я хочу их вернуть. Где он взял пистолет? Ты понял насчет денег? Да, говори. Ладно, слушай. Это не побег и мечта. Профессор психиатрии из Вены попросил Уильямса воспроизвести картину убийства. Так, так, так. Я продолжу, если ты заткнешься. Для этого ему понадобился пистолет. И кто, по-твоему, его дал? Кто? Питер Б. Хартман. Б. В смысле болван. Нет, я не шучу. Шериф дал пистолет профессору, рот Уильямсу, а Уильямс выстрелил профессору в живот. Профессор в больнице, Уильямс испарился, а шериф рвет на себе волосы. Отлично, Хилди. Не забудь о деньгах. 250 долларов. Нет, больше я ничего искать не буду. Я уезжаю. На эти деньги мне предстоит жениться. Я просто оказал тебе услугу. Я сегодня же уеду из города. Я отдал Джакоби все, что у меня было. Что? Когда ты пришлешь посыльного? Прямо сейчас. Скажи, чтоб поспешил. Я буду ждать его здесь. Ладно. Привет, Пеги. Как дела, дорогая? О чем шла речь? Я сказал Уолтеру, что ухожу, вот и все. Ты не сделал никакой глупости с деньгами? Нет, нет. Тогда пусть они лучше побудут у меня. Милая, обещаю, с ними ничего не случится. У тебя их нет? Сейчас нет, но Уолтер их пришлет. Посыльный будет здесь с минуты на минуту. Уолтер, Хилди. Я бы ни за что так не поступил. Но тут кое-что случилось, и я знаю. Дорогая, послушай, мне пришлось дать Джакоби денег, чтобы он не растрезвонил все другим газетчикам. С тобой всегда что-то случается. В мой день рождения, на Новый год, я ждала тебя до пяти утра. Я знаю, но случилось такое. У тебя всегда такое. Всегда какая-нибудь сенсация. А на следующий день все они забывают, даже ты. Что значит забывают? В твой день рождения случилось громкое убийство. Ну не сердись. Подождем несколько минут, мальчишка с деньгами уже в пути. Мама ждет нас в такси. Мне стыдно смотреть ей в глаза. Если бы она знала о деньгах, это все, что у нас есть в Хилде. Нам даже спать негде, кроме как в поезде. Вот что, поезжайте-ка вы с мамой на вокзал и проследите за багажом. Вот билеты. Значит, ты не едешь, конечно, еду. Встретимся у информационного табло. Это все Уолтер Бернс. Ты не можешь ему противиться. Да мне на него плевать. Пусть он хоть сдохнет. Это ты о ком? Привет, Мак. Пагетты, мистер Мак Юмак. Это моя невеста. Рад познакомиться. Я тебе сейчас такое расскажу. Описываешься. Простите, мэм. Подожди минутку. Миссис Фиби де Вулф, проживающая на Юкланд-стрит, цветная, разродилась прямо в тюремной машине. Роли кушеры выполняли люди Шерифа Хартмана. Видели бы вы это, мисс? Пойдем, дорогая, отнесем вещи в такси. Фиби шла по улице, и тут у нее началось. Точно. Ее посадили в машину и помчались, но до больницы доехать не успели. Когда ребенок родился, полицейские его внимательно рассмотрели, чтобы убедиться, что это не Эрл Уильямс, который, как они знали, прячется неподалеку. Ребенка назвали Питер Хартман де Вулф в честь Шерифа. Полицейские даже скинулись на подарок, поскольку это первый ребенок, родившийся во время охоты на преступника. Минутку, сюда идет мэр. Наверное, хочет сделать заявление. Не приставайте, у меня и без вас забот хватает. Заявления не будет? Вы не видели Хартмана? Нет. Скажется ли этот побег на голосах цветных избирателей, не на йоту? С какой стати событие такого рода должно повлиять на избирателей цветных или белых? Ваша честь, скажите, красная угроза уже здесь? Хартман, вы мне нужны. Куда же ты? Рассказывай, Пинки. Как он улезнул? Минутку, господа. Мы его взяли. Уильямса где? Неподалеку, его уже везут сюда. Поторопитесь, сами увидите. Стойте. Нам надо поговорить. У меня нет времени, Ваша честь. Поговорим позже. Стойте. Это вы дали Уильямсу пистолет? Меня попросил профессор. Я думал, это в целях науки. Болван. Это Крюгер. Мы взяли интервью у губернатора. Губернатор заявил, что мэр и шериф проявили себя как узколобые и безответственные личности. Цитирую. Будущий четверг назначен в нашем городе днем выборов. И население сможет выразить свое недоверие мэру и шерифу. Все. Привет, Ваша честь. Шериф, я очень недоволен Вашей работой. Мне нужны дополнительные деньги, чтобы платить своим помощникам. Хотите разорить администрацию? Они получают всего 12 долларов в день. 12 долларов за несостоятельность и бездействие. Упустить преступника в день казни. В городе над нами уже смеются. Господин Мэр. Петь, ты уволен. И не пытайся взывать к моим чувствам. Даже не знаю, что сказать, Фред. Такие слова полностью убивают веру в себя. Это негуманно. Молчи. Подумай о наших семьях, Фред. Фред, твоя бытия всегда была для меня как родная сестра. У меня нет выхода. У тебя есть выход. Дай мне всего пару часов. Алло. 12 долларов, Шепард, и не цента больше. Это поиск преступника, а не банкет. В эту цену входит все. Видишь, с чем мне приходится иметь дело? Я уже не говорю, что ты наломал немало дров, заявив о всеуслышании. Мы вздернем всех красных на одной веревке. Шериф Хартман, это ко мне. Я Шериф Хартман. Вы меня ищите? Вас очень нелегко найти. Что вам надо? Меня прислали из администрации. Это от губернатора. Что это такое? Помилование Эрла Уильямса. Что? Эрла Уильямса решили освободить? Два дня назад губернатор дал мне слово чести, что не будет вмешиваться. А вы и поверили. Мне самому страшно от того, что я хочу с вами сделать. Он ушел. Меня никто не искал? Нет, мистер Джонсон. Ну, Бернс и подлец. Все будет хорошо, не беспокойтесь. Мы просто хотим задать вам пару вопросов. Проблема в том, что никто не думает о психологии преступника. У тебя есть 260 баксов? Нет, сэр. Но я знаю, как их достать. И даже больше. Шаршеля Фан. Что? Ищите женщину. Ту, что защищала Уильямса. Она где-то здесь. На это нет времени. У меня всего пять минут на то, чтобы найти деньги. Это не займет больше пяти минут. Я знаю, где сейчас Уильямс. Ну да, стоит рядом с тобой в шапке-невидимке. Он стоит девушкой. Молли-моллоу. Хватит молоть чушь. Запомните, вас здесь не было по дороге, вы попали в страшнейшую пробку. Постарайтесь, чтобы вас никто не увидел. Да, но как я? Завтра утром приходите ко мне в офис. Как вас зовут? Пинкис. Отлично, мистер Пинкис. От вас требуется одно. Залечь на дно и помалкивать. Вот. Я дам вам один адресок. Это очень милое и уютное местечко. Там вы сможете делать все, что захотите. Скажите, что вы от Фреда. Хорошо, Фред. Расскажешь это завтра другим журналистам. Привет, Луи. Принес деньги? Она посылала ему в тюрьму розы. Плевать на розы. Скорее, Луи, я тороплюсь. Говорю вам... Ах ты... Все, иди. Хилди, о чем ты говоришь? Тебя прислал сюда Уолтер? Да, он сказал, что тебе нужна помощь. Ладно, но где 260 баксов? Какие еще баксы? Те, что Уолтер обещал мне прислать. Слушай, я опаздываю, так что... Что? У тебя же есть при себе деньги, правда? Ты хочешь содрать их с меня, да? Да. 260 – это большая сумма. От этих денег зависит мое будущее. Девушка ждет меня возле поезда на Нью-Йорк. У меня всего 15 минут. Уолтер меня уволит, если узнает, что я помог тебе удрать. Скажи, что ты был не в курсе. А я напишу Уолтеру, чтобы он отдал деньги тебе. Правда? Да. Это меняет дело, ладно? Дам тебе шанс. Вот и отлично. Я всегда знал, что с тобой можно иметь дело. Ты славный парень. Сделаем так. Я дам тебе 150 долларов. Постой. Это же грабеж. Это все, на что я способен. Я теряю почти 100 баксов. Ты теряешь 110. Луи, может, дашь 200? 150. Ладно, давай сюда. Держи. Послушай, что здесь написано? Возьми да прочитай. Да-да, конечно. Прощай и удачи тебе. Если тут что-нибудь не так, я тебе даже в Нью-Йорке достану. Ты меня понял? 10, 20, 30, 40. 10, 20, 25. 10, 20. Ладно, надо поскорее бежать отсюда. Они ищут меня с фонарями. Бросьте пистолет. Не бойтесь. В нем уже не осталось пуль. Я сдаюсь. Я больше не могу висеть на крыше. Я не боюсь умереть. Я говорил об этом врачу, когда он отдал мне пистолет. Меня подняли среди ночи. Стали расспрашивать о том, чего я не понимаю. Называли меня большевиком. А я анархист. Анархия – это не бомбы. Это философия, которая каждому гарантирует свободу. Сколько несчастных людей, раздавленных системой. А мальчики? Мальчики, которых убивают на войне. А трущобы? И бедняки, которые дерутся за кусок хлеба. Я слышу, как они стенают. Помолчи. Давай, давай. Отдай меня им. Отдай. Мне все равно. Дай тебе Бернса, скорее. Алло. Привет, Пегги. Милая, тут такое творится. Закачаешься. Подожди минутку. Уолтер, это Хилдзи. Приезжай скорее. Минутку. Пегги, я тебе все объясню. Только, пожалуйста, не сердись. Подожди минутку. Уолтер, такая удача бывает раз в жизни. Я поймал Эрла Уильямса. Он здесь, в комнате прессы. Приезжай, я жду. Алло, Пегги. Прошу тебя, выслушай. Тут такое произошло. Я только что поймал Эрла Уильямса. Убийцу. Минутку. Только никому ни слова. Я знаю, но пойми и ты меня. Такое бывает раз в жизни. Погоди, не вешай трубку. Что тебе, Молли? Они рыщут повсюду. Его пристрелят как собаку. Тебя тоже ищут. Так что лучше иди отсюда. Я не боюсь этих подлых убийц. Не будь дурой. Это ты? Кто там? Я. Есть разговор. Сейчас выйду, дружище. Прячьтесь. Ведете двойную игру? Я пытаюсь его спасти. Это очень важно. Сидите тихо. Я поговорю и вернусь. Что стряслось? Спасибо за розы, Молли. Как ты здесь оказался? Спустился по водосточной трубе. Я не хотел стрелять. Я не знаю, как это произошло. Тебе нельзя здесь оставаться. Тебя поймают? Мне уже все равно. Тебе надо спрятаться от этих. Нет, ничего не нужно. Пусть все идет, как идет. Мне уже все равно. Я прожил никчемную жизнь, как большинство людей. И умру так же. Бессмысленно. Ты не умрешь. Им тебя не достать. Моя жизнь не имеет значения. Человечество. Вот что важно. Я говорил тебе, Молли. Для меня нет ничего прекраснее человека. Ну уж нет. Люди – это подлые убийцы. Смотри, что они сделали с тобой. И со мной. Их на это толкнула жизнь. Ты слишком добрый, вот что. Ты тоже добрый. Я? Да. По-моему, ты прекрасна. Я написал завещание и оставил его у адвоката. Чтобы когда я умру, люди поняли, что я хотел сказать. О тебе там тоже есть. Я написал, что ты самый лучший человек из всех, кого я встречал. Да. Вы должны напечатать мою теорию предупреждения преступности. Ладно. Пойди набросай мне план своей теории. Он ушел. Прячьтесь. Здесь его найдут. У нас нет выхода. Кто запер дверь? Открываю, Мак. Надо его спрятать. Придумал. Помогите. Что происходит? Кто это за дверью? Журналисты. Открывай, Хилди. Сейчас, сейчас. Ничего не бойся. Меня все равно найдут. Лежите тихо и старайтесь не дышать. Я буду рядом. Привет. Интересно, чем ты тут занимался? Тихо, сам с собою? Молли? Прошу прощения. Дайте редакцию. Зачем ты запер дверь? Я брал у Молли интервью. Что он делал? А ты как думаешь? Каждый судит по себе. Ты еще здесь? Боже, ну и заварушка. Вся полиция на ногах. Это Мерфи. Дайте редакцию. Есть новости? Никогда в жизни так не уставал. Госпиталя Баскалина у Уильямса там нет. Его пока не нашли. Я перезвоню. Всем привет. Ты еще здесь? Он не торопится. Я беру интервью у помощника шерифа. Да, звоню из аптеки. Можете перезвонить, если не верите. Ну же, поскорее, оператор. Да-да, два пятьсот. Молли, может, поскучаешь в другом месте? Ну и аромат. Вот это да. Я возбуждаюсь. Хватит, а то она опять начнет выйти. Оставьте ее в покое. И когда-то вы успели так подружиться? Пока он брал у нее интервью? Ты решил остаться журналистом? Да ну вас. Алло, это Макью. Что-нибудь узнали? Ты еще здесь? Хочешь отличиться напоследок? Нет, жду посыльного. Бернс обещал кое-что передать. Есть кое-что интересное. Звонила одна дамочка, клянется, что Уивиамс прячется у нее в доме. Скажи, и пусть не зевают. Это, конечно, утка, но, похоже, можно разбежься. Может, поедем? А я здесь подежурю. Давайте больше никуда не ходить. Кто опустил занавески? Видно, Молли попросила. Лично я искал бы Уивиамса где-нибудь поблизости. Он может быть даже здесь, в этом здании. Ну да, прямо перед носом вооруженной охраны. Умники вы. Он мог вылезти через слуховое окно. Но как оттуда спуститься на землю? Я даже не знаю, как выглядит Эрл Уивиамс. Он мог перепрыгнуть на эту крышу. Тут всего 4 фута. Если так, то потом он мог спуститься по водосточной трубе и залезть в любое окно на нашей стороне? Если сумел найти незапертое окно. Слушайте, умники, шли бы вы домой? Может, Уивиамс сам вам позвонит? Брось, Хилди, в их словах есть смысл. Иначе его давно бы нашли. Полиция уже весь город вверх дном перевернула. Если он забрался в это здание, он и сейчас где-то здесь. Все выходы перекрыты полицией, ему никак не пройти? Разве что он наткнется на шерифа. Что происходит? Ты еще здесь? А я думал, ты уехал в Нью-Йорк. Другого места вы найти не могли. Этот стул и этот стол моя собственность. Я никому не разрешаю ими пользоваться. Никому. Что ты ищешь? Я забыл аспирин. Аспирин вреден для сердца. Точно? Да. То-то, когда я его принимаю, у меня кулит вот здесь. Ты что, заболел? Заболел? Да, наверное, ангина. Миндалины распухли. Прими консолин. Консолин? Да. Никогда не слышал. Попробуй. Все за пять минут, как рукой снимет. За пять? За пять минут. Пять? Да. Как называется? Консолин. Короб, обруч, ножка. В общем, консолин. Я запомнил. В любой аптеке? В любой. Пойду куплю. Это все тот стакан. Где же Бернс? Где мои денежки? Кстати, о деньгах. За Уильямса предложили вознаграждение. Давайте возьмем полицейских и обыщем здание. Ну да, а деньги достанутся копам. Как всегда, мы сделаем за них всю работу, а получим шиш. Вот-вот. Слушайте, надо найти его первыми и получить награду. Я останусь здесь. Нет, лично мне подставляться неохота. Брось, Мак, от тебя не убудет. А опасности он не представляет. Пошли, Мак. Так. Послушайте, мама, не называй меня мамой. Если тебе есть что сказать в свое оправдание, после того, как мы прождали тебя столько времени, спустись и скажи это Пэдди. Я спущусь через пять минут. Нет, без тебя я отсюда не уйду. Да, но я... Знаю. Ты занят каким-то убийцей. Нет, я... Мне плевать, что ты его поймал. Мы уйдем отсюда вместе. Вот это новости. Объяснись, Хилди. Что значит, ты его поймал? Не знаю, о чем она. Я ничего такого не говорил. Говорил. Он не мог это сказать. Я сказал, что пытаюсь его поймать. Вы все перепутали. Что тебе известно? Рассказывай. Пустите. Она явно что-то знает. Да. Она-то уж точно знает. Почему это? Шершеля Фам? Где Эр Уильямс? Откуда мне знать? Где он? Говори, Хилда, а то хуже будет. Выкладывай. Ты кого решил провести? Стойте. Недоумки. Он не знает, где Уильямс. Я одна это знаю. Что ты знаешь? Сам догадайся, тупица. Я ничего не скажу. А мы заставим. Глупая Гусыня. Не такая она дура, раз знает, где Уильямс. Держите ее. Нет уж. Ты отсюда не уйдешь. Где он? Где ты его прячешь? Я его не выдам. Не выдам. Придется тебя помучать. Позовем копов, по-другому запоешь. Давай, говори, где он? Где Уильямс? Говори, пока не придушил. Не подходи ко мне, жердяй. Руки прочь. Не подходите ко мне. Я вам головы расшибу. Поставь стул. Говори, где Уильямс. Ни за что. Вы от меня ничего не узнаете. Я ничего не скажу. Ничего. Боже. Скорее, скорее, врача. Уведите меня отсюда. Она шевелится. Она жива. Не трогайте ее. Позовите полицию. Скорее, вниз. Бедная девочка. Волток, ты это видел? Да. Где он? Она выпрыгнула из окна. Знаю, где он, я спрашиваю. Только бы она осталась жива. Приди в себя. Где Уильямс? В письменном столе. Бедная девочка. Выпустите меня. Я не могу здесь оставаться. Лежите тихо. В чем дело? Кто это? Мама Пегги, что происходит? Молчите. Нет уж. Девушка покончила с собой, значит, вы делаете что-то дурное. Что там? Луи отвези эту леди в редакцию и заприта. И смотри, чтоб по пути она ни с кем не говорила. Что? Выведи ее через черный ход и глаз с нее не спускай. У меня будут неприятности. Все будет сделано в лучшем виде, босс. Не бойтесь, мама. Это ненадолго. Что ты думаешь? Там внизу моя девушка. Девушка? Ты кто? Слюнявый студентишка? В военное время тебя бы за такое поведение расстреляли. За дело. За какое еще дело? Я нашел тебе отличный материал на первую полосу. Изловил и спрятал беглеца. Все, хватит. Я ухожу. Найти материал мало. Его еще надо преподать. Знаю, но... Знаю то. Хилди, если бы ты не был лучшим, стал бы я тратить время на эти споры. У нас появилась реальная возможность уничтожить шерифа и мэра. Что? Мы выставим их в таком виде, что никто не станет за них голосовать. Даже их жены. Распнем их, сохраним все происшедшее втайне до утра, а утром Монингпост выйдет с эксклюзивным материалом. Ясно? Мы взбудоражим весь город. У нас появилась возможность пробить стену, снять прогнившую администрацию и поставить новую. Это не просто статья. Речь идет о твоей карьере, а ты скулишь из-за какой-то девчонки. Да, об этом стоит подумать. В Нью-Йорк мы всегда успеем. Твоим именем будут называть улицы. Улица Джонсона. Ты и я, и губернатор. Мы будем править городом. Но бедняга Уильямс, им займется Буч. Где телефон? Вот. Мы не можем прятать Уильямса вечно. Буч вытащит его отсюда. На улице полно полицейских. Буч справится. Садись за машинку и начинай работать. Да, но... Ты опять? Где бумага? Дайте, Даффи. Алло. Ты послал кого-нибудь в банк? Сходи сам, если хочешь. Как насчет увеличения суммы? Поговорим. Алло, Даффи. Готовься. У нас сенсационный материал. Эрл Уильямс обнаружен репортером пост. Это эксклюзив. Послушай, Даффи, мне нужно, чтобы ты освободил под это всю первую полосу. Как ты озаглавишь статью? Название должно быть броским. Последствия стрельбы годится. Ты понял, Даффи? Я хочу, чтобы ты освободил всю первую полосу. Слышишь? Всю целиком. Всю. Джонсон уже пишет статью. Хилди. Какого черта вам здесь надо? Хилди. Мисс, вам нельзя здесь оставаться. Вы мешаете работать. Минутку, Даффи. Выйдите, девушка. Это ваша вина. Он хотел уехать, а вы помешали. Милая, тут такое произошло. Я тебе сейчас расскажу. Ничего ей не говори. Она же женщина. Я этого так не оставлю. Идем отсюда. Господи. Это лучший шанс в моей жизни. Тише вы. Ты просто не хочешь на мне жениться. Это неправда. Ты знаешь, как я тебя люблю. Ради тебя я готов на все, что угодно. Что ты сказал, Даффи? Выброси Лигу наций. К черту. Ты никогда не хотел жить, как нормальный человек. Ты лгал, но... Нет, ты не права. Хватит пререкаться. Вы мешаете мне сосредоточиться. Теперь я вижу, что ты из себя представляешь. Ты робот. Такой же, как он. Да, я робот. Нет, это можешь оставить. Ты превратился в бесчувственный автомат. Это ваша вина. Если вы умолкнете... Дайте мне буча. Да, я робот. И хочу им остаться. Мне нужен буч как можно скорее. Ты никогда меня не любил. Иначе ты не стал бы со мной так говорить. Если ты любишь меня, то должна принимать таким, как я есть. Прежде всего, я газетчик. Отлично сказано, Хилди. Закрой крышку, беглый каторжник. Есть новости? Говори. Забудь об этой ерунде. Ты работаешь не в рекламном агентстве. Держи меня в курсе. Нет. Все не то. Даффи. Даффи. Я же верил ему быть на телефоне. Сумасшедший дом. Сиди тихо и не рыпайся. Помни, ты висишь на волоске. Тебе хватает воздуха? Вот и отлично. Работай, Хилди. Главное успеть. Алло. Даффи, где ты был? Мне наплевать на твой диабет. Сиди на телефоне. Луи должен приехать на такси. Пусть сразу позвонит. Передашь? Отлично. Даффи стареет. А где Буч? Наверное, в дороге. Надеюсь, он догадается сразу позвонить. Как она? Пока не ясно. Как ты начал, Хилди? Пока сотни прихлебателей шерифа Хартмана бегали по городу, полили в мирных жителей и наводили ужас на население, Эрл Уильямс скрывался прямо под носом. Нет. Все не то. А где же Ороли Пост? Это самое главное. Об этом во втором абзаце. Кто будет читать второй абзац? 15 лет я учу тебя писать статьи. Неужели я все должен делать сам? Находить материал, писать статьи? Я пишу так, как тебе и не снилось. Займись по письмам и картинкам. Это по тебе. Ах, ты неблагодарный. А кто написал репортаж о Фитц Джеральде? Даже телеграфист плакал. Не жди, что я тоже заплачу. Даффи, как зовут нашего редактора религиозного раздела? Того, что с вечно грязным воротничком. Шиппер? Вызови шиппер, он мне нужен. Знаешь, что я хочу сделать? Да, замучить самого себя разговорами. Да. Я хочу заказать шипперу молитву за наш город. На 8 столбцов. А сверху написать жирным шрифтом. Господи, за прошлый год в нашем городе было совершено 421 убийство. Ты послушай, каков слог. Господи. Вот это молитва. Вот это мысль. Запиши и положи под стекло у себя в кабинете. Стой. Погоди. У меня вдохновение. Садись и записывай все, что я скажу. Ты дождешься, что я врежу тебя по физиономии. Сегодня ночью Моннингпост спасла наш город от страха и позора. Эрл Уильямс, убийца, совершивший побег накануне казни, был пойман. Понял, понял. Продолжи сам. Спроси, кто. Кто это? Кому вздумалось запереть дверь? Бенсингер. Это его стол. Как его зовут? Бенсингер. Я все улажу. Открывай. Учись. Ты зачем запер дверь? Ты что, совсем не соображаешь? Тут тебе, знаешь ли, не личный кабинет. Мистер Бернс, какая честь видеть вас здесь. Привет, Бенсингер. Прошу прощения, сэр. Я только хотел взять... Вы появились очень кстати. Правда, Хилди? Да. В каком смысле? Мы как раз сегодня днем говорили о вас. С мистером Даффи. Правда? Надеюсь, ничего дурного? Наоборот. На нас произвела впечатление ваша статья в сегодняшнем выпуске. Неплохая, да? А как вам стихи? Стихи? Стихи просто великолепные. Не правда ли? Особенно конец. И виселицы скрип. И крик прощальный. И слезы матери, стоявшей подли. Сердце разрывается. Хотите работать на меня? Что? Нам нужен такой человек, как вы. А то у меня одни писаки, вроде Джонсона. Вы серьезно, мистер Бернс? Мой дорогой Бенсингер. Даффи, сейчас к тебе заедет Бенсингер. Мервин, кажется. Рой, Рой Ви. Рой Бенсингер, поэт. Оформи его в штат. Сколько вам платили в трибьюн? 75. Я дам вам 100. Предоставь ему все, что нужно. Итак, за работу, да, сэр? Напишите мне статью от имени беглеца. Он прячется, вздрагивает от звука собственных шагов. Я хочу, чтобы читатель слышал биение его сердца. Передайте все его чувства. Чувства загнанного зверя. Нечто в стиле Джека Лондона? Именно. Ясно, сэр. Прошу прощения, я только возьму словарь «Рифм». Он вам не понадобится. Нет? Мистер Бернс, я не могу выразить словами, как я вам благодарен. Кстати, сэр, вам не нужен спецкор за границей? Я владею французским. Я буду иметь в виду, Рой. Спасибо, сэр. Спасибо, спасибо, сэр. Оливуар, мон капитэн. Бонжур. Чао. И слезы матери, стоявшей подле. Даффи, слушай. Парень из Трибьюн едет к нам устраиваться на работу. Его фамилия Бенсингер. Пусть сядет и напишет пару стишков. Нет, нам он не нужен. Задержи его, чтоб не путался у нас под ногами. А потом скажи ему, что он бездарь, и спусти с лестницы. Ты двуличная крыса. Это будет ему уроком. От добра добра не ищут. Такси. Такси. В редакцию Монинг Пост. Срочно. Прошу прощения, я не знал. Такси. Такси. Да, Даффи, сразу звони. Хилди, не стой, как истукан. Ты разрушил всю мою жизнь. Вот что ты сделал. Скоро здесь появится Буч. Буч. Надо измерить окно. Теперь уже ничего не поправить. Нет, окно маловато. Придется выбираться из здания по-другому. Она была самой замечательной девушкой из всех, кого я знал. Она была красива, умна, решительна. О ком ты говоришь? О своей девушке, о ком еще? Купсишься из-за девчонки? В такой момент ты должен писать статью. Я прогнал ее, как надоедливую муху. Это было самое правильное решение в твоей жизни. Я никогда больше никого не полюбил. Такое счастье дважды не выпадет. Ничего, переживешь. Она лежала в больнице, а ты послал меня делать тот дурацкий репортаж в Кентукки. Она тогда даже не пожаловалась. Лежала в больнице? Она чуть не умерла. Ясно, она не жаловалась, просто чуть не умерла. Я бы мог сейчас сидеть в поезде, ехать в Нью-Йорк. Я мог бы быть счастлив. Я тоже однажды был влюблен в свою третью жену. Я готов был отдать ей все. Я ее боготворил. Я не хочу слушать про твоих жен. Я доверял ей. Она познакомилась с парнем из Трибьюн. И что же вышло? Однажды я вернулся домой раньше обычного. Заглянул в окно спальни. Конец. Я не хочу слушать эту грязь. А на следующее утро на первой полосе Трибьюн я прочитал свой эксклюзивный материал, о котором имел глупость рассказать жене. Ты думаешь, что понимаешь в женщинах, но ты никогда не любил по-настоящему. Ты не имел дела с чистой девушкой. А чего же имел? Возьми свои слова назад. Ты считаешь, что женщины это цветы? Вспомни ту дамочку, что убила дентиста. А мисс Данония, она морила своего мужа голодом, и в конце концов он умер. А миссис Пикерс? Она сожгла своего мужа вместе с домом. Нет, Хилди, вот поработаешь в газете с Майор, тогда поймешь, каковы женщины. Они убийцы, мясники. И почему я вечно попадаюсь на твою удочку? Улица Джонсон. Хватит болтать, садись за машинку. Ты просто перенервничал. Что ж, видно моя судьба всю жизнь просидеть за машинкой. В конце концов, стану газетчиком твоего уровня. Может, даже займу твое место. Спрячь статью. Кто там? Это я, босс. Луи. Что случилось? Где пожилая леди? Что произошло? Ты подрался? Мы ехали по Лоу-стрит, собирались повернуть направо, представляете? И что? Где пожилая леди? Я и говорю. Мы врезались в полицейскую машину, в самую середину. Она ранена? Где она? Луи. Я и говорю. Можете себе представить? Врезаться в копов. Там была настоящая свалка. Что ты с ней сделал? Да слушай же, я побежал. Они гнались за мной по всей улице. Ты что, бросил ее в машине? Да. Видишь это? Чудо, что я вообще остался жив. Растяпа. Я просил отвезти старуху в редакцию, а ты отдал ее в руки полиции. Что значит отдал? Полицейский патруль сам подвернулся под нашу машину. Замечательно. Она наверняка уже все разболтала в полицейском участке. Не думаю, что она много наговорила. Понимаете, о чем я? Она что, погибла? Погибла? Это точно? Слушай, на мне висит срок за старые делички. Я в бегах. А ты хочешь, чтобы я шел в полицию выяснять, как ее здоровье? Нашел дурака. Если она погибла... Мне конец. Не грусти, Хилди. Чему быть, того не миновать. Это точно. Но что я скажу Пегги? Ты ее больше не увидишь. Забудь о ней. Благодаря Богу, что старушка не приведет сюда взвод полиции. Но я виноват в ее смерти. Как я посмотрю Пегги в глаза? Не смотри, смотри на меня. Я смотрю убийца. Будь это моя мать, я бы ее убил. Ради газеты. Куда ее увезли? Постой, я все узнаю. Главное, не волнуйся. Да, слушаю. Четыре, пять, пять, семь. Кто? Привет, Буч. Где ты? Больница? Что ты там делаешь? Ты еще даже не начинал? К вам не привозили даму после аварии? Господи, Буч. Это вопрос жизни и смерти. Пойми. Никого? Я не слышу. Кто у тебя? Говори громче. Что? Сейчас ты не можешь взять выходной. Районная больница? Мне плевать, что ты мечтал об этом в шесть лет. На карту поставлена вся моя жизнь. И ты позволишь какой-то женщине все испортить? Алло, Эбди. Это Хилди Джонсон. Надеешься, это сойдет тебе с рук? Вот тебе. Ты не можешь на меня наплевать. Неужели? Отлично. Дай мне ее на минутку. Алло. Здравствуйте, мадам. Вы не имеете права отрывать Буча от его обязанностей. Что за выражение? Алло. Алло. Я убью его. Я убью их обоих. Даффи. Мне нужен кто-нибудь взамен Буча. Как можно быстрее. Заткнись. Вы уверены, что никого? Даффи. Проклятие. Всех надо увольнять. Поголовно. Луи. Да. Ты мне нужен. Слушаю, босс. Пойди приведи пару ребят. Каких именно? Любых. Пойди на улицу и приведи первых встречных. Только поскорее. Надо вынести это отсюда. Босс. Я мигом. Одна нога здесь, другая там. Только не болтай лишнего. Соедините 8-100. Буч меня еще попомнит. Подвести меня в такой момент. Может, вернемся в комнату прессы? Да. Эпп, если что, я наверху. Всем говори, что я в комнате прессы. Я тоже туда пойду. Через 5 минут Луи вернется с парнями, и они вынесут отсюда это бюро. Мы разожжем костер, от которого запылает все вокруг. Эрик Сюля, посмотрим, можно ли его сдвинуть. Помоги. Больница? К вам поступали пострадавшие после аварии? Ты идешь или нет? Понятно. Прошу прощения. Ты же видишь, я приперт к стенке. Неужели и ты меня предашь? Не задумываясь, убийца. Иуда. Считай меня кем хочешь, я должен найти мать своей девушки. Девушки. Ты такой же, как Буч, бабник. Пойду ее искать. Не открывай дверь. Хилди. Вот он. Погоди. Что такое? Что я вам сделал? Мы хотим с тобой поговорить. Уберите от меня руки. Минутку, Хартман, минутку. Как вы смеете сюда врываться? Не вешайте мне лапшу на уши, Дернс. Мне плевать на вас и на вашу газету. Отпустите меня. Мне нужно найти маму моей девушки. Держите его, ребята. Ясно, куда он собрался. Он знает, где Уильямс. Точно. Он хочет награду. Я ничего не знаю. Отпустите меня. Джонсон, ты ведешь себя очень странно. Говорю вам, мать моей девушки попала в аварию. Вчера ты собирался жениться, а сегодня ребята сказали, что ты был с Молли Малоу. Тут все с ума посходили. Мне нужно уйти, и никто меня не остановит. Ты никуда не пойдешь. Шериф. Он тут явно что-то нахимичил. Поэтому-то и Бернс здесь. Если вы хотите предъявить какие-то обвинения, Хартман, сделайте это по всей форме. В противном случае я попрошу вас выйти вон. О чем вы меня попросите? Выйти вон. Закройте дверь. Никого не впускать и не выпускать. Давай, Хилди, выкладывай. Говори, где Уильямс. Джонсон, я докопаюсь до правды. Скажи, что тебе известно об Уильямсе? Ты будешь говорить или нет? А что мне известно об Уильямсе? Ребята, увидите его. Я знаю, как заставить его заговорить. Пошли. Он дерется. Держи его. У него пистолет. Уолтер. Дайте мне это. Где ты его взял? Я имею право носить оружие. Только не это. Я объясню, Хартман. Его жизни угрожала опасность, и я дал ему пистолет. Неужели? Очень интересно. Это тот самый пистолет, из которого стрелял Эрл Уильямс. Значит, жениться собрался, да? А Уильямс должен был быть твоим шафером. Нехорошо обманывать своих друзей. Что вам об этом известно? Вы смеете называть меня лжецом? Свой собственный пистолет я могу отличить. Теперь мы знаем, кто дал Уильямсу пистолет. Все люди совершают ошибки. Вот это будет статья. Значит, ты взял этот пистолет Уильямса? Где он? Где ты его прячешь? Вы идете по ложному следу, Хартман. Даю тебе три минуты, чтобы сказать, где он. Уехал в госпиталь к профессору Энглихоферу. Что? С банкой Алтея. Возьмите с собой журнальчик. Там его нет? А как насчет мистера Бернса? Спросите этого умника, что он здесь делает. Бернс, что вам обо всем этом известно? Мой дорогой Хартман. Хватит. Говорите, где он? Морнинг пост не мешает правосудию и не скрывает преступников. Вам следует это знать. Ах, вы... Джонсон, ты арестован. Вы тоже, Бернс. Кто арестован? Ты прощелога? Ты хоть понимаешь, что делаешь? Это мы еще посмотрим. Позвоните мэру, попросите его прийти сюда. Вон тот мужчина. Мама, вы живы? Вполне, сынок. Эта леди была похищена. Что? Меня протащили по ступенькам. Минуточку, леди. Какое он имеет к этому отношение? Это он во всем виноват. Он заставил меня похитить. Вы имеете в виду меня, мадам? Конечно, вас. Что скажете, Бернс? Похищение? Я на такое не способен. Кто эта женщина? Что он говорит? Я стояла здесь, когда девушка выпрыгнула из окна. До мэра дозвонились? Да, сейчас придет. Мадам, вы, наверное, выпили, попали в какую-то историю. Так признайте это. Нельзя обвинять невинных людей. Вы бессовестный мошенник. Как вы смеете такое говорить? Мама, он сумасшедший. Я скажу вам больше. Я скажу, почему он это сделал. Идем, Хилди, нам пора. Я свидетель. Они поймали какого-то убийцу и прячут его здесь. Прячут здесь? Где прячут? Мама, вы точно знаете? Мадам, вы отъявленная лгуния. Дайте редакцию. Редакция? Алло, Даффи. Ну и поворот. Я так и думал. Все назад. У него может быть оружие. Достаньте пистолеты. Внимание. Не дайте ему ни единого шанса. Стреляйте прямо в крышку. Он безопасен. Его пистолет у вас. Старая хрючевка. Редакцию, скорее. Заприте дверь. Он в письменном столе. Охраняйте окно. Ты встань туда, убери от меня пистолет. Дайте редактора. Хилди, звони Даффи. Даффи, ему не уйти. Скорее, это сенсация. Внимание. Не клади трубку. Цельтесь прямо в центр. Это убийство. На счет три. В любую секунду. Подождите. Встаньте по обеим сторонам бюро. Сейчас. Поднимайте крышку. Не кладите трубку. Ты обнаружен, Уильямс. Будьте готовы ко всему. Сейчас. Когда я досчитаю до трех... Раз. Два. Открывайте. Ну? Стреляйте. Шериф Хартман только что схватил Эрла Уильямса, который прятался в бюро. Я тебя поймал. Уильямс схвачен. Эрл Уильямс прятался. Найдено убежище Уильямса. Уильямс сопротивлялся, но полиция арестовала его. Он не оказал сопротивления. Его ведут в участок. Даффи. Эрла Уильямса схватил шериф. Минутку. Наденьте на них наручники. Шериф задержал тех, кто прятал Уильямса. Подробности позже. На двоих журналистов надевают наручники. Я перезвоню. Те, кто прятал Уильямса, арестованы. Шериф арестовался участников. Их имена пока неизвестны. Сейчас выясняется, кто предоставил Уильямсу убежище. Я перезвоню. А где же старушка? Мадам! Куда она делась? Алло, девушка. Соедините меня с Дюклби. Хартман, ты пожалеешь, что родился на свет. Молодец, Пит. Ты умеешь держать слово. Я тобой горжусь. Примечательная парочка, правда, Фред? Чрезвычайно. Похоже, вы ребята вляпались по самые уши. Укрывательство беглого преступника и обвинение в попытке похищения. Тюрьма? Кто-то же должен там быть. Старушка здесь. Похоже, вам грозит около 10 лет тюрьмы, Бернс. Неужели? Вы забываете о силах, которые стоят за Монинг-пост. На этот раз они тебе не помогут. Дюклби. Я взял его. Уильямса. Да, голыми руками. Его уже увели. Казнь состоится по расписанию. Вот увидите, не пройдет и двух дней, мы уже будем праздновать наше освобождение и вашу отставку. Соедините меня с полицейским участком. Я скажу, что вы будете делать. Вы будете вязать метлы в тюрьме штата. Алло, Дюрен, говорит Хартман, зайдите ко мне в офис. Я только что арестовал парочку. И хочу, чтобы вы записали их признание. Дафи, пришли адвокаты. Вам не помогут никакие адвокаты. Вы говорите с редактором Монинг-пост. Могущество прессы, да? Вы еще не знаете, насколько оно велико. Это невидимая сила. Наступив на хвост нашей газете, вы рискуете распрощаться навсегда с этим городом. Блефуешь, Бернс, но на этот раз тебе это не поможет. Ты пропал. В прошлый раз мне такие слова говорил Эдди Кейн. За неделю до своей политической смерти. А сейчас у меня такое чувство, что пройдет гораздо меньше времени. Фред, я к тебе. Вон отсюда. Вам меня не подкупить. Что это значит? Вон отсюда. Я принес приказ о помиловании. Что? Я не хочу играть в эти игры. Кто этот человек? Кто пытался вас подкупить? Эти двое. Вы сошли с ума. Что я говорю? Невидимая сила. Как тебя зовут? Ирвин Пинкес. Пьяный кретин. Арестуйте его, чтобы неповадно было рассказывать всякие неболицы. Это провокация. Он самозванец. Подожди-ка. Убийцы. Решили вздернуть невиновного, чтобы победить на выборах. Ложь. Я его впервые вижу. Как, Фред? Вы это уже приносили? Да. И они стали меня подкупать. Кто они? Они. Это явный абсурд, мистер Бернс. Просто детский лепет. Невидимая сила. Этот человек пьян или безумен? Что касается бедняги Уильямса, то лично я очень рад, что его оправдали. А ты, Питт? Вы родную мать вздернете ради победы на выборах. Что за ужасные вещи вы говорите? Уолтер, ты же интеллигентный человек. Минутку. Мистер Пинкес, расскажите нам свою историю. Я женат уже 19 лет. Это можно опустить. Снимите с них наручники. Вы переусердствовали. Я как раз собирался это сделать. Чего вы ждете? Снимите с них наручники. Уолтер, ты не представляешь, как мне неудобно. Питт повел себя неоправданно резко. Я просто выполнял свой долг. В этом нет ничего личного. Хватит лебезить, перейдем к делу. Как вы сказали, вас зовут? Пинкес? Верно. Вот фотография моей жены. Очень мила. Меня она вполне устраивает. Не сомневаюсь. Хилди, что случилось? Что с тобой сделали? Журналисты сказали, Пегги, не волнуйся, дорогая. Никто ни с кем не будет делать ничего дурного. Конечно, нет. Мы с моим старым другом Уолтером отлично понимаем друг друга. И я тоже. Что ты тоже, Иуда? Мистер Пинкес, пройдемте со мной. Я должен зарегистрировать приказ о помиловании. Хилди, но мне сказали, что ты арестован. Уолтер, мы собирались устроить после казни небольшое торжество. Что-то вроде дружеского завтрака. Хартман. Иду, Фред. Может, вы согласитесь присоединиться к нам и отведать домашних консервов миссис Хартман? Хартман. Господи. Завтра утром все будут читать только пост. Хилди, появись завтра в редакции пораньше. Не выйдет, Уолтер. Я ухожу. Что? Это решено, Уолтер. Хилди, можно ли тебе верить? Пегги, разрази меня гром, если я вру. Сегодня мы едем в Нью-Йорк. Если ты согласишься, дать мне последний шанс. Я брошу пить, клясться и делать все, что принято в этом безумном газетном мире. Я даже читать газеты больше не буду. Я кое-что придумал. Нет, сэр. Что бы вы ни сказали, это не изменит моего решения. Я ухожу, и это окончательно. Пегги, у тебя есть множество причин отказать мне. Я тут еще подарок. Но если ты согласна принять меня, я твой. Не говори так, я люблю тебя таким, какой ты есть. Боже, Хилди, я и не знал, что так бывает. Можешь мне больше ничего не объяснять? Я ни за что не встану на пути твоего счастья. Хочу, чтобы ты это знал. Я люблю тебя. Ненормальный. Ты отхватила отличного парня, Пегги. Ладно, хватит признаний в любви. Прощай, индюк. Ты отличный газетчик Хилди. Мне жаль, что ты уходишь. Если я когда-нибудь вернусь в журналистику, чего я не сделаю. Я соглашусь работать только на одного человека, и ты это знаешь. Я бы убил тебя, если бы ты стал работать на кого-то еще. Слышала, Пегги? Это мой диплом. Уолтер, даже не знаю, что сказать. Я буду скучать по тебе. Я тоже, сынок. 15 лет мы провели вместе. Тебя тогда и на свете не было. В какие только переделки мы не попадали. Да, славные были времена. И не говори. Помнишь, как мы искали пропавшие стрелы на оружейном заводе? Помню ли я? Пегги, старинные стрелы украли с выставки, а мы нашли их на оружейном заводе. Мы думали, они отравлены. И прятали их целую неделю. Дорогой. Что? Ты ведь не хочешь ехать в Нью-Йорк. Я права. Ну... Это просто так, разговоры. Если я останусь, это будет ошибкой, наверное. Я подумаю, что ты будешь несчастлив. Знаешь, если ты правда хочешь... Нет. Это твой шанс обрести дом и стать нормальным человеком. И я заставлю тебя им воспользоваться. Я сам не позволю ему остаться. Кем бы я был, если бы стал его удерживать? Поспешим, Пегги, пока он не передумал. Ты не против, если я поцелую невесту? Нет, пожалуйста. Валяй. Миссис Джонсон. Спасибо. Во сколько отходит ваш поезд? В 12.40. Скорый до Нью-Йорка? Жаль, у меня нет времени купить вам свадебный подарок. Хотя, постойте. Вот же он. Нет, Волтер. Я чувствую себя так, как будто это я, невеста. Умолкни. Это подарок от самого большого босса. А если ты заглянешь внутрь, то увидишь маленькую надпись. Лучшему газетчику, которого я знал. Когда приедешь в Нью-Йорк, можешь соскрести мое имя и вписать туда свое, если захочешь. Ты же знаешь, я этого не сделаю. Бери, Хилди. Мистер Бернс так хочет. Не надо ранить его чувства. Это первое и последнее, что я когда-либо получал от газеты. Прощайте. Я была о вас на лучшего мнения, мистер Бернс. Я до сих пор считаю вас немного... грубоватым. Но я думаю, в глубине души вы хороший. И ты тоже. Ты похожа на маленький цветочек. Прощай, бабуин. Прощайте. Прощай, Джонсон. Береги себя и свою девушку. А ты себя, старый плут. ДАФИ, послушай, ДАФИ, где первая остановка скорого поезда до Нью-Йорка? Отлично. Я хочу, чтобы ты послал туда наряд полиции. Скажи им, пусть снимут с поезда Хилди Джонсона и привезут его сюда. Дай им его подробное описание. Этот сукин сын украл мои часы. КОНЕЦ Конец КОНЕЦ